Около 80% детей школьного возраста охвачены дополнительным образованием. Тройка самых популярных направлений стабильна год от года. Это спорт, различные виды искусств, иностранные языки и тут безусловных лидерах английский. Ничего удивительного, ведь очевидно, что какую бы сферу развития в дальнейшем не выбрал ребенок, знание английского всегда пойдет только в плюс. В школе изучение английского начинается уже со второго класса. И, казалось бы, столько времени, чтобы выучить язык на хорошем уровне. Но большинство школьников не только не может похвастаться знанием языка, но и имеет сложности с этим предметом в школе. Английский наряду с математикой в топе школьных предметов, по которым ученикам чаще всего требуется дополнительные занятия. Почему так? С какими запросами родители чаще всего приводят на дополнительные занятия английским? Сейчас все выясним у нашей гости. Сегодня с нами Анна Рымарева, руководитель языковой студии, ведущий педагог. Good morning! Вот, уже good morning. Да, мы учимся вместе с вами, с каждым вашим приходом мы становимся немного более продвинутыми в плане английского языка. Скажите, пожалуйста, действительно родители, как правило, приводят на дополнительные занятия по английскому? И о чем просят? Какие у них требования к педагогам? И какие проблемы, с которыми они уже столкнулись, которые хотят решить? Ну, смотрите, первая наша целевая аудитория – это мамочки, которые с содроганием ждут 1 сентября. Потому что английский вечером делать, боже мой, тут еще неправильные глаголы в третьем классе начинают. Какие глаголы? Они хватаются за голову. Они хотят немножко облегчить себе жизнь, и я их понимаю очень сильно, потому что после работы сидеть с кем-то делать, прописывать, боже мой, это просто вообще что-то. Вот, это первая такая целевая аудитория. Боль мам – английский язык, боль. Еще и транскрипцию, которую во всем мире не изучают, а у нас в школах все еще изучают почему-то, какие-то закорючки для них непонятные вообще. Это прям боль. Это вот первая большая такая целевая аудитория. Головная боль для родителей. Боже мой, этот английский, не дай бог. Вот они приходят для того, чтобы восполнить их желание, чтобы ребенок сам, а, делал английский, б, в идеале бежал на английский дополнительно, ц, когда они поехали, он для папы был переводчиком. Вот у нас тоже есть такое прям обязательно, папа, чтобы с гордостью ходил, но он нес себя везде, а дети ему переводили. Да, потому что все-таки мы желаем нашим детям большого будущего. Мы растим детей, человека мира, а еще больше сейчас, круче говорить на всех конференциях, человека цифрового мира. И тут мы через методики начинаем подходить и через эту область тоже заходить. То есть основная проблема в том, что сами родители недостаточно хорошо владеют языком, потому что, ну, у нас, откровенно говоря, даже в наши годы было в школе меньше часов английского, и намного позднее нам его вводили в школьную программу, чем сейчас. И поэтому мы, наверное, можем где-то не дотягивать и просто не сможем помочь своим детям. Но есть, наверное, и дети, которые уже изучают английский, например, там учатся в пятом, шестом, седьмом классе, и родителям становится ясно, что уровень-то далек от идеального, при том, что оценки-то нормальные. Со второго класса изучают английский язык в школах. Но вот, наверное, просто Анна по своему опыту расскажет, с какого класса проблемы начинаются? Как Катя сказала, с пятого, шестого или еще раньше? Как вот по статистике? По-разному. По статистике, на самом деле, самый большой приход к нам в третьем классе. Почему? Они приходят во второй класс, вроде бы там шарики-фонарики, ABC, D, Cat, Dog. Вроде бы ничего такого сложного. Но к третьему классу дети должны спокойно, свободно читать. А. Свободно читать. Б. Понимать, о чем читать. С. То, что я вам говорила, начинаются неправильные глаголы. Present perfect. Представляете, в третьем классе? Какой perfect? Он сам себя еще плохо во временах-то понимает. Вот. Поэтому вот это вот начинается. И тут мамы понимают. Они прибегают к нам и говорят, господи, а что, уже поздно? Уже все? Нет. Конечно, нет. Нет. И тут подключаемся мы, конечно, и учим учиться. Учим учиться, учим воспринимать информацию через наши методики, через наши. И заполняем пробелы у детей. А в чем вообще проблема изучения школьного английского языка? Это не нехватка какого-то времени? Какие-то методики обучения уже, возможно, устаревшие, что требуется дополнительное изучение? Вы знаете, вся проблема, я считаю, большая в том, что дети, сейчас дети идут. Представляете, вот есть педагогика для детей, кому за 10. Новая появилась. Не за 30, ребят, за 10. Понимаете? Новое веяние в педагогии. Я сейчас объясню, почему. У детей, которые идут сейчас уже нынешние первоклассники, первый, второй, третий, четвертый, мы пока про них говорим, только костяк, когда формируются фундаментальные знания у ребенка. У них способ восприятия больше в несколько раз, чем у двоих взрослых. Вы представляете, какого уровня должен быть педагог, чтобы ему, с его способа мышления, восприятия, цифровизации и так далее, ему преподнести и внести это в голову. Тех тетрадок, которые прописывают в школе, поверьте мне, их недостаточно. Это вообще, это минимум. С ним нужно говорить, показывать через игры, VR, я не знаю, что хотите. К ним нужно через их сферу заходить. А наше школьное образование, ну, пока еще вот на нашем том с вами уровне едет. Пока едет, едет, когда доедет, не знаю. А вот интересно, да, когда удается дотянуть базовый уровень до нужного, да, состояния, до какого хочется, чтобы ребенок справлялся со школьной программой, вот тогда начинается уже самое интересное? Правильно, молодец. Это начинается самое интересное, потому что ребенок вовлечен. Самое важное – вовлечь его, чтобы у него загорелся глаз, чтобы у него душа загорелась к этому языку. А потом он начинает вступать в сообщество, принимать участие в неформальных мероприятиях, сами тянуться к носителям языка. Вот мы сейчас на днях проводили «Экапу в Тиве с Стивеном», «Чашечка чая со Стивеном». Пришли ребята, которые уже у них есть фундаментально заложено знание, они принесли к чаю, они его там давай обнимать, давай с ним… То есть все, они горят с ним общаться. Стивен, носитель языка был. Да. То есть, понимаете, они уже понимают, зачем язык. Не прописывать слова в тетради абсолютно. Язык – это средство коммуникации. И они себя на таком уровне почувствуют. Слушайте, а давайте с кем-нибудь телемос забабахаем. А, давайте… То есть, видите, они сами начали подавать идеи. Почему? Потому что они поняли, а зачем, наконец-то, этот язык. Потому что, когда приходит мама и вот так вот тянет, «Так, Вася, ты здесь будешь учить английский?» Я сказала, все. «Не хочу!» Я сказала, все. Нет, так не пойдет. А вот сколько времени проходит в тот момент, когда Вася говорит «Не хочу учить английский?» И до того момента, когда он говорит «А давайте мы телемос устроим». Вот по вашей практике, вот сколько времени уходит на этого ребенка? По-разному. Тут большая работа, Вань, и родителя. Вот учитель, ученик, родитель. Трио огромное должно вместе все работать. Когда мы все вместе в одну дудочку будем дуть, тогда это быстро. У кого-то через 2-3 месяца, кому-то полгода нужно. Но поверьте мне, это не больше, чем год, 100%. Тут еще внутренняя мотивация. И то, как ты покажешь, как ты заинтересуешь его этим, чтобы он загорелся и сказал «Да, ребят, я понял, зачем мне язык. Наконец-то я понял вообще, зачем мне эти неправильные глаголы». Чуть, видите, у меня прям больше с неправильными глаголами. Вот вы приходите к нам в студию, вы всегда настолько заряжаете и мотивируете, что здесь и как родители мы включаемся, и хочется детей научить большему, вложить в них больше, дать им больше. И самим хочется пойти и, наконец-то, подтянуть этот уровень английского языка. Я знаю, что вы всегда ждете у себя в школе. Куда обращаться? Мы всегда ждем. У нас теперь два адреса. Мы теперь с обоих сторон, с центра города. Мы ждем вас у нас. У нас 4 языка. У нас основной английский язык. У нас уже очень много полиглотов. Те ребята, которые учат плюс английский, корейский, китайский, испанский, начинают набирать обороты. Это говорит о чем? Как только ребенок один язык познал, очень просто и легко начинать накручивать все остальные. Поэтому с удовольствием вас ждем. Всех. Даже можно приходить на наши неформальные мероприятия, на чашечку чая со Стивеном и так далее. Спасибо вам большое. QR-код на экране. Можете отсканировать, ну и узнать все подробности. А в гостях была у нас Анна Рымарева, руководитель языковой студии Say Yes, ведущий педагог.